Агрохолдинг Акашева, Сбербанк России и Мария Автоцентр представляют Такого ты не видел Первый фестиваль фейерверков в Ёжкороле Ты такого не слышал Впервые в городе Модный диджей Фил Смотри и слушай 10 августа в 20.00 На Патриаршей площади Все цвета музыки И все звуки света Срочное не значит невыносимое Для нескольких новобранцев из нашей республики Начало службы в рядах российской армии сложилось далеко не лучшим образом Оказавшись в одной из воинских частей Оренбургской области Новоявленные солдаты, не отслужившие еще и месяца Стали жаловаться родителям на невыносимые условия Причем работа, которую они выполняли По их словам, не имела ничего общего С защитой родины Такое количество родственников обычно приезжает На воинскую присягу солдат-срочников А здесь ситуация другая Полигон Донгус в Оренбургской области Стал местом, где солдатам служить не в Моготу Свидетельствуют родители Они вчера лично, допустим, вот 12 часов ночи, они только там ужинали Соответственно, в час ночи по-московскому они легли спать И через 4 часа их поднимают Потому что надо успеть умываться с этого единственного места Так по очереди умываются И потом надо успеть еще покушать И чтобы вовремя на работу съездить Отсутствие нормальной питьевой воды Скудная и плохо приготовленная пища Сложные бытовые условия Вместо кровати и матрасы Нередко по одному на двоих солдат Тяжелые работы, на которых приходится поднимать 80-килограммовые грузы Именно таков список жалоб новобранцев Напугавшие матерей, изумившие отцов Которые и сами в свое время служили в армии И сыновей своих отправляли, чтобы те стали мужчинами Военный комиссар города Ишкаралы Помните меня? С сыном подошли, просили, умоляли, чтобы нас взяли в армию Вот куда попал сын Вот это ваша армия? Примите меры То, что народ ходит к вам, говорит, что вот такой беспредел Бардак здесь Вы не верите, вы говорите, что это все ложь Приезжайте сами, смотрите, что здесь творится Это обращение к военному комиссару столицы Мариэл Давид Бадаян сделал, находясь у стен Ставшей скандально известной воинской части Первыми о проблемах за шлагбаумом Узнали жители Оренбургской области Местные телевизионщики провели несколько часов Вместе с встревоженными людьми Представители же воинской части на контакт шли неохотно Впрочем, они допустили Давида Балаяна на территорию подразделения Отцу солдата продемонстрировали источники питьевой воды на территории части А также палаточный городок, где условия жизни, по его словам, сносные Контакт с военными стал возможен благодаря активности родителей А также потому, что в ситуацию вмешался депутат Государственной Думы, представляющий интересы Мариэл Владимир Шемякин Ситуация с призывниками из Мариэл на Дангузе меняется Причем в лучшую сторону Радует, что родители не пустили это на самотек Меня тронула эта история Я сам, отец, и тоже служил в армии Начатое дело обязательно доведу до конца Впрочем, пока обеспокоенные родители Намерены и сами стоять до конца Они готовы к регулярным поездкам Собирают деньги на медикаменты, воду и продукты питания Внутренне они готовы защитить Не чужих им защитников Родины Даже если это придется делать весь год Их срочной и такой невыносимой службы